Доброе утро, дорогие мои садоводы! Сегодня мы с вами опять продолжим тему красивых декоративных кустарников. Одним из таких роскошных, замечательных растений, которые способны даже одним своим видом и листвой украсить участок, является дерен. Посмотрите, какие у меня красивые, замечательные кустарники. Это еще они не распустились, вот листики маленькие. Весна в этом году немножко тяжеловатая, такая затяжная, поэтому здесь вот листочки маленькие, здесь наросли чуть-чуть побольше. Вот такой замечательный кустарник великолепно подходит для живой изгороди. Если вдруг вы хотите зонировать свой участок, либо выделить зону отдыха, либо укрыться от ненужных лишних взглядов, то, конечно, дюэйн займет первое место среди тех растений, которые подойдут для живой изгороди. По нескольким причинам. Причина первая. Он замечательно подходит как украшение сада. Второе, что он можно его стричь на любой высоте. Он может вам зонировать и высоту бордюра, а может вырасти целая зеленая стена. Тут все зависит от сорта. И небольшую экскурсию я вам проведу по сортам. Итак, сорт первый. Самый востребованный. Один из самых лучших сортов – это сорт Элегантиссимо. Вот он у нас самый первый. Посмотрите, у него какая красивая листва. Ценится этот сорт за его замечательную листву, потому что она зеленая, варегатная. С белым варегатная – это значит с белым таким красивым краем. Начинает зацветать этот кустарничек очень неброскими белыми шапочками в середине лета. Но цветение не главное. Главное как раз вот это листва. Следующий сорт, который необыкновенно себя чувствует – это дерен белый. Но причем дерен имеет разную листву. Белый дерен и разную форму. Даже один и тот же дерен. Посмотрите, какой у меня есть изысканный, замечательный, редкий сорт. Вот дерен белый привит на штамбе. Вот достаточно высокий штамп. Что такое штамп? Напомню для тех, кто не знает. Вот эта часть называется штамп. Вот место прививки. Вот здесь уже формируется крона. И вот такой замечательный, высокий, великолепный кустарник привит на штамбе. Это растение также очень гармонично впишется в любой миксбордер. Потому что нижняя часть свободная, можно подсадить какие-то другие растения. А вверху можно сформировать либо в форме куста, либо в форме шара, либо с неиспадающими ветками. Почему я вам настоятельно рекомендую дерены? Потому что они очень хороши и просты в уходе. Уход совершенно минимальный. Практически не требует никакого ухода, кроме полива и подкормки. Буквально один-два раза за сезон. Можно подкормить удобрением органическим. Можно подкормить удобрением для декоративных кустарников. Можно универсальным, а можно то, что у вас есть под рукой. Если совсем не покормите, дерен не обидится. Но будет немножечко листва не такая пышная, не такая обильная. Какой еще уход требуется за дереном? Первые 2-3 года он растет хорошо и особых каких-то за ним уходов не нужно. Но на 3-4 год нижняя часть вот здесь оголяется. И он будет не очень красив. Для того, чтобы нижняя часть не оголялась, вот видите, здесь листиков нет. Вот несколько сортов, у меня несколько представлено. Вот свободный, вот здесь листиков нет. И часть будет формироваться только вверху. А вот это не очень эстетично. Конечно, если вы будете высаживать его в миксбордер, где нижнюю часть закрывают другие растения, то ничего страшного. Если он у вас будет как солитер, то лучше этого избежать. Несмотря на то, что вот такие кожистые веточки красноватого цвета сами по себе очень красивые и изящные, лучше все-таки, чтобы куст был таким пышным. Поэтому, начиная с 3-го года, его формируют. В чем же заключается формировка и обрезка? Первое, что мы удаляем сухие веточки. Давайте я вам покажу на примере. Вот у меня есть сухая веточка, которая, видимо, подмерзла. Ее нужно удалить. Ничего сложного нет. Секатор найдется у каждой хозяйки. Поэтому мы берем и веточку вот эту удаляем. Я стараюсь все срезы делать немножечко наискосок. Если растение очень крупное, уже большое, то при таких срезах, конечно, лучше обработать край садовым варом. Если вы хотите, чтобы весь кустарник был очень пышным и красивым, то осенью следует сделать сильную обрезку, так называемую обрезку на пенек. Что это значит? Значит, мы удаляем все верхние ветки, оставим буквально вот небольшую часть, там 10-15 сантиметров. И срезы обязательно все заделываем садовым варом. Тогда растение у нас весной даст первые побеги, хорошие, молодые, и куст будет пышным с самых-самых нижних веточек. Он будет очень красивым и нарядным. Я думаю, что наши нехитрые советы были вам полезны. Дерен изумительно украсит ваш участок, и из него получится сказочной красоты живая изгородь. До новых встреч! Успехов вам! Субтитры создавал DimaTorzok